Всем привет! Меня зовут Алина Николаева и я фотограф. Сегодня я вам расскажу, как правильно подготовиться к фотосессии. И достаточно всего соблюсти в 5 пунктов. Поэтому поехали, запоминайте и смотрите. Сейчас социальные сети набирают активную популярность и всем нужен качественный контент. Поэтому сегодня мы с вами разберем 5 основных правил, которые необходимы для подготовки к идеальной фотосессии. Первое, что необходимо сделать, это придумать идею фотосессии. Это может быть съемка на фонах в перьях, это может быть в уютном кафе, в интерьере, на улице. Или может быть это бизнес-аккаунт, где вы как раз-таки раскрываете свою сферу деятельности, сферу красоты, медицины, бизнеса, услуг. Вариантов на самом деле очень много. Решите, что вы хотите, чтобы достичь нужной цели. Второе правило. Необходимо найти фотографа. Их сейчас так много и выбрать очень сложно. Я бы, наверное, порекомендовала вам обратиться к знакомым, которые уже ходили к съемке, которым все понравилось. Или может быть блогер, который рекомендует нереально крутого фотографа. А что это такое? Конечно же, выбор за вами. Вы можете просто вбить в инстаграме фотографа вашего города. Соответственно, после того, как вы найдете фотографа, вы смотрите его фотографии. Как же без этого? Нравятся ли они вам? Подходят ли они вам под вашей тематике? После того, как вы посмотрели фотографию, посмотрите его сторисы. Приятен ли вам человек? Поскольку душевно вам придется перед ним раскрываться. Правильно поставить ножку, ручку. Он должен вам помочь во всем. Потому что вы же не видите себя со стороны. У меня вопрос. Кто уже ходил на фотосессию? Расскажите, пожалуйста, поделитесь мнением. Помогал ли ваш фотограф ставить вам руки или ноги, если вы не знаете, куда их деть, куда их поставить или теряетесь от камер. Помогал ли вам фотограф? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Третье, что вам необходимо сделать. Вам необходимо выбрать место съемки. В основном, конечно, это фотостудия. И фотостудий очень много. Какую же выбрать? Я считаю, что главным помощником для вас будет ваш фотограф. Потому что не все фотографы снимают во всех студиях. Вы скажете, что это не профессионально? Нет. Просто не все студии профессиональны. Именно поэтому не все фотографы снимают во всех студиях. Для меня главным критерием фотостудии это его размеры, наличие больших окон и профессионального оборудования. И, конечно же, интерьер. Интерьер должен быть простым, исходя из вашей идеи. Конечно, мы не зацикливаемся только на фотостудиях. Это может быть уютное кафе или может быть архитектурное здание. Так что решать вам, исходя из вашей идеи. И четвертое, что вам необходимо сделать, это придумать образ. Девочки, дорогие, да-да-да, я обращаюсь именно к вам. Прежде чем одевать шикарное платье с шикарными каблуками, подумайте о вашей локации. Если у нас фотостудия бадуарная, с кроватью, возможно, именно это шикарное помпезное платье вам не подойдет. Все должно быть по логике схвачено. Или, к примеру, вы одели уютную пижаму, а на фоне шикарный, исторически красивый фон. Нет, это не подойдет. Поэтому, пожалуйста, обязательно, прежде чем вы одеваетесь, подумайте, будет ли сочетаться с вашей локацией, с вашей идеей съемки. Конечно же, дырявые джинсы не подойдут по современный интерьер. Поэтому обязательно подумайте, будет ли сочетаться ваша одежда с интерьером. А главное, одежда должна вам идти. Вы должны себя чувствовать в ней богиней. Поэтому подбирайте ту одежду, которая вам подойдет и в которой вы будете чувствовать себя уверенно. И последний, пятый пункт. Что необходимо сделать? Да-да-да, конечно же, макияж и укладка. А именно, у профессионала. Если вы думаете, что вы дома быстренько закручитесь, нет, этот вариант не подойдет. Ну, если, конечно же, вы не специалист и не прошли очень много мастер-классов и курсов по макияжу. Я считаю, что профессионал сможет сделать из вас просто богиню. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Подготовьте заранее образ. Придумайте макияж, который вам нравится. Найдите его, сохраните. Найдите несколько вариантов, чтобы показать стилисту, что вы хотите. Я считаю, что макияж не должен быть яркий. Он должен подчеркивать вашу красоту. Если у вас образ очень нежный, пусть он будет нежным и в макияже. Никаких красных губ и ярко выраженных теней. Все должно быть лаконично. Но лично это больше всего люблю я. Что касается укладки, сейчас очень немодно иметь волосы, которые просто залачены лаком. И что их просто нельзя как-никак поправить. И ничего с этим нельзя сделать. Когда ты дуешь вентилятором на эти волосы, копна волос просто раздувается вместе с клеенными между собой волосами. Поэтому попросите стилиста сделать все очень натурально и естественно. Чтобы лак не склеивался между собой. Чтобы в любой момент вы могли перекинуть на одну сторону волосы и на другую. Так как бы хотелось бы этого фотографа. Потому что фотограф у вас видит уникальный, с разных ракурсов. И ему хочется экспериментировать. А если у вас волосы приклеены между собой, как получится сделать? Да никак. Поэтому обращайтесь именно к специалисту, к профессионалу. Что с этим делать? И вот эти 5 пунктов, которые возможно кажутся очень очевидными. Но на самом деле они очень важны. Без каждого из этого пункта не получится идеальной фотосессии. Если будет шикарная локация, суперфотограф, классная одежда, идея. Но не будет макияжа и укладки. Все просто разрушится. Потому что все это зависит между собой. Конечно же тем для разговоров очень много. Можно обсудить как бы готовиться к лавсторе. Придумать интересный образ для себя и для парня. Как подготовить парня к фотосессии, если он не хочет идти? Да нет. Как подготовиться к беременным девушкам, которые сейчас в положении. Одной из самых важных фотосессий, кстати, это беременность, на мой взгляд. Все об этом я могу вам сказать в следующем ролике. Поэтому смотрите. И кому стало интересно, и кто хочет продолжение, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы я понимала, что вам это нравится. В общем, всем пока и всем классных фоточек. Субтитры сделал DimaTorzok